здравствуйте друзья здесь демитков юрий на днях брокер открытия повысил тарифы за обслуживание это крайне неприятная ситуация и многие получили письма соответственно многие в чате у меня спрашивают куда бежать уходить и от открытия бежать бежать давайте просто ну попытаемся разобраться в чем дело сейчас посмотрим что же пришло за письмо но смотрите вот такое письмо я получил вот вы сейчас видите это письмо юрий здравствуйте открытие брокер упрощает тарифные планы для физических лиц 1 мая вместо нескольких типов комиссий за предоставление информации по движению и учету ценных бумаг и иностранных финансовых инструментов в скобках портфели фондовый рынок московской биржи фондовый рынок глобал это международный фондовый рынок спб биржа доступ через спб на международные финансовые инструменты фондовый рынок классика которые рассчитывались в процентах от оценочной стоимости портфеля вводится единая фиксированная ставка сто семьдесят пять рублей или три доллара сша для клиентов торгующих иностранными ценными бумагами в месяц при наличии изменений в портфеле при этом если стоимость портфеля меньше тысячи рублей или 15 долларов сша комиссия взиматься не будет ну спасибо изменения не коснуться тарифных планов модельный портфель модельный портфель и из и ваш финансовый аналитик универсальный там и так берется повышенная комиссия за предоставление информации поэтому здесь ну как бы те кто открыл брокерские счета так как я рекомендую по тарифу универсальный то все меняется спрашивают люди что это значит значит 175 рублей или три доллара сша смотрите вы видите что я торгую я показываю на примерах как торговать на фондовом рынке то есть у меня есть и портфель на фондовом рынке там всякие акции московской бирже и есть портфель иностранных акций которые покупают через спб площадку я буду платить и 175 рублей и 3 доллара в каждый месяц в котором были сделки что делать ну прежде всего в чатах вот мы обсуждаем говорят ну кто-то справедливо вот принял решение говорит а я буду делать не каждый месяц сделки это правильное решение я считаю это правильное решение потому что если мы как серьезные инвесторы заходим то мы сначала формируем портфель и все то есть если раньше я например рекомендовал регулярно пополнять портфель регулярно пополнять портфель каждый месяц и каждый месяц до купать акции то сейчас уже так в общем сказать можно регулярно пополнять портфель но покупать акции к сожалению лучше делать но большими достаточно пакетами ну вот то есть ну во первых ребалансировка портфеля рекомендуется где-то два раза в год вот так и надо делать портфель это долгосрочные инвестиции достаточно а если а если мы занимаемся скальпингом еще раз смотрите внимательно фондовый рынок московской биржи фондовый рынок глобал но вот сказать на глобал мало кто торгует потому что это совсем уже запредельные там комиссии это сша там от 5000 долларов разумно вообще говоря вносить вот и на спб там сказать с минимальной суммы можно торговать иностранными площадками то есть это касается спб в общем сказать в основном для нас небольших инвесторов и фондовый рынок московской биржи это не касается срочного рынка абсолютно то есть смотрите у вас есть пакет долгосрочные инвестиции на фондовом рынке вы его сформировали он у вас держится делаете ребалансировку раз полгода там раз четыре месяца вот а если вы вносите на валютный рынок или на срочный рынок то никаких дополнительных плат с вас не берется потому что там нет на изменений в реестре то есть это не касается ну вот депозитарные в общем сказать само обслуживание только увеличивается если нет записи в депозитарии то нет дополнительной платы торгуйте валютой сколько хотите торгуйте даже валютой на как я говорил от одного доллара на фондовом рынке это не касается нет изменений в депозитарии вот это очень важно понять на срочном рынке то есть если вы хотите купить продать акции сбербанка или там газпрома в короткую то я вам советую направлять деньги на срочный рынок форс и купил акции там газпрома фьючерс на акции газпрома фьючерс на акции сбербанка аэрофлота в общем сказать все основные крупные акции там присутствуют фьючерс на акции купил продал купил продал никаких изменений в среди нет никаких 175 рублей с вас дополнительно не возьмут если что касается спб бирже то там нет таких нет срочного рынка то есть соответственно три доллара сша за любую сделку конечно же возьмут вот это касается стратегии уолл-стрит но стратегия уолл-стрит там подразумевает уже рекомендуемая сумма там от она может быть любая но рекомендуемая от 10000 долларов то есть соответственно эти три доллара в общем сказать ну большой роли не играют хотя весьма и весьма болезненно и так значит первая рекомендация делаем инвестиции на фондовом рынке крайне редко чтобы сохранить вот эти вот денежки не платить вторая рекомендация да и торговать на срочном рынке теперь дальше многие люди сказали говорят ай 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 я ухожу из открытия куда куда вы уйдете смотрите я всегда рекомендовал открытие и отсутствие вот этой депозитарной комиссии это был огромный огромный козырь открытия открытие был поэтому лучший брокер я с чистой совестью говорил что открытие это лучший брокер сейчас сведением вот этого открытия но скажем так по комиссиям перестала быть лучшим брокером она стала буквально как другие ну например многие говорят я уйду в тиньков в тинькове значит если хотя бы одна сделка там всего два тарифа все очень просто если была хоть одна сделка вы заплатите либо 300 рублей либо 600 рублей на за этот месяц но сравните с открытием которая 175 рублей теперь берет вот понимаете да причем там где 300 рублей у тинькова там комиссия 0,3 то есть в 5 раз выше чем у открытия так давайте искать немножечко отвлекусь есть еще один фактор смотрите брокер это не только комиссия но брокер это и когда мы выбираем брокера люди говорят а насколько он надежный насколько он удобный это тоже очень важно и мы хотим чтобы брокер давал нам максимально лучшие условия мы хотим чтобы брокер давал максимально большой набор инструментов мы хотим чтобы брокер давал максимально надежный доступ к бирже всегда поэтому мы хотим от брокера чтобы он работал но мы не хотим платить это естественно вот но значит есть брокеры которые дают дешевле условия более выгодные но мы за это платим а ну во первых там ну скажем отсутствием надежности иногда когда вот резкие колебания на бирже например да там зависают сервера регулярно а может и не зависают я не знаю есть такой параметр как надежность брокера но я хочу привести пример как-то у меня спрашивает один человек говорит слушайте вот я приобрел ноту но ты очень хороший инструмент вы знаете что я рекомендую ноты последнее время условиях вот такого бокового тренда ожидающего ожидаемого вот он купил ноту и случилась такая ситуация что нужно забрать деньги он обратился к брокеру ведь я хочу вот у меня деньги в ноте но к сожалению там ну что-то непредвиденное произошло это бывает вот к сожалению и деньги надо забрать говорит как это сделать но то напоминаю что это инвестиция там на два-три года брокер ему сказал что он говорит ну на два-три года но соответственно раньше срока мы наверное сможем вам помочь значит вывести деньги но вы потеряете тридцать процентов вот вложенной суммы это маленький брокер это очень небольшой брокер но он очень хорошего него комиссии ниже тридцать процентов потери на ноте непредвиденной ситуации те ноты которые я предлагаю открытие значит смотрите у открытия если мы досрочно хотим выйти из ноты да это не получится быстро там может быть недели или две уйдет на то чтобы вывести деньги брокер поможет это сделать ваши потери будут существенные конечно но если вы купили ноту например за сто процентов от номинала то вы потеряете ну максимум пять процентов но это очень много скорее всего это будет два три процента потерь от вложенного отложенных средств вам если инструменты базовые базовые активы которые на которые опирается нота все выросли то скорее всего вы не просто потеряете вы не потеряете вы скорее всего выйдете оттуда с прибылью но в частности я когда покупал ноты некоторые ноты да я буквально все ноты покупал на вторичном рынке и когда я пытался купить ноту мне говорят вот сейчас эта нота стоит там сто три или там сто четыре процента от номинала можно приобрести за 103 или за 104% от номинала. Я говорю, нет, это многовато, давайте подождем. Там какая-то бумага упала, в результате я приобрел ноту за 100% от номинала, то есть на тех же условиях, на которых приобретал человек. То есть я 100% от номинала. Не 70%, а 100%. Крупный брокер. Вот буквально сегодня я хочу снять видео по двум нотам. И те ноты, которые будут торговаться на бирже, у них будет тикер свой от открытия. Это первые такие ноты от открытия. Такие ноты есть только у БКС. Вот сейчас, в данный момент. И эти ноты, по этим нотам, открытие будет выступать в качестве маркет-мейкера. Что такое маркет-мейкер? Это значит, что не будет допускаться вот такие существенные провалы в нотах. Но надо сказать, что эту ноту можно будет купить, независимо от того, у какого брокера вы обслуживаетесь на вторичном рынке. Вот. То есть вот этот вот фактор тоже, я напоминаю. Есть еще, например, такой вариант, когда люди говорят, ну вот я открыл счет в ПСБ, он почему-то, значит, это самое. Да, там дешево, вот. Не работает на выходных, и нет доступа к иностранным ценным бумагам. Если вы хотите вкладывать только ОФЗ или акции, пожалуйста, ПСБ, вполне надежный брокер, и там нет вот этой вот высокой комиссии. Вполне себе, как выбор, хорошо. Если вы хотите и то, и другое, то, значит, пожалуйста, сервисы, которые предоставляет брокер, тоже играют роль сервисы. Есть, еще раз сказал, значит, доступ. И на выходных должен доступ быть, потому что я хочу проанализировать, поставить стоп-заявки и так далее. Открытие дает доступ через терминал и на выходных к брокерскому счету. Вот, теперь далее. Давайте посмотрим теперь на, скажем, а что же выбирают люди в основном. Поэтому давайте зайдем на сайт прямо сейчас Московской биржи. Это Московская биржа. Московская биржа. Сайт Московской биржи. Переходим к частным инвесторам. Нас интересует фондовый рынок, потому что именно на фондовом рынке повышаются тарифы открытия. Какого брокера выбрать? Вот они, участники торгов. Выбираем участники торгов, ведущие операторы. И сейчас я немножечко сдвигаю экран. Вот я, посмотрите, вот сейчас ведущие операторы, вот здесь есть такая табличка. Вот такая табличка есть. Мы сейчас смотрим, что здесь такое. Так, смотрите. Ведущие операторы. Данные по клиентам. Что выбирают клиенты? Наиболее популярные. Какие брокерские компании есть на рынке? Что выбирают люди? Смотрим. Объем клиентских операций, число зарегистрированных клиентов, число активных клиентов, число счетов ИИС. Ну, ИИС нас не будет интересовать. Значит, давайте смотрим, где больше всего регистрируется новых клиентов. За март месяц. Последние вот данные. Ведущие операторы по числу зарегистрированных клиентов. Март. Сбербанк на первом месте. На втором месте Тинькофф. Третий – БКС. Четвертое – Финам. Пятое – открытие. Шестое – Альфа-банк. АТОН, АЛОР Плюс, инвестиционная компания Фридом Финам, Финанс, Газпромбанк, Альфа-капитал, управляющая компания Альфа-капитал. Есть АО Альфа-банк, есть управляющая компания Альфа-капитал. Кит-финанс, ПСБ, про который я уже упоминал, инвестиционная палата Церих, очень крупный и достаточно большой брокер. Инвестиционная компания IT-инвест, очень хороший брокер. СНГБ, СИБ, нефтегаз, наверное, банк. Россельхозбанк, Уралсиб, ИФК Солид, ИК Септем Капитал, Группа компаний Регион, Регион, прошу запомнить это название, группа компаний Регион, по числу клиентов, очень маленькая. ООО Индивидуальной инвестиции и ООО Райфайзенбанк, 25 ведущих брокеров по количеству клиентов, по числу клиентов. Теперь возвращаемся назад к исходной таблице, то есть люди выбирают больше всего. Но вы заметили, что больше всего клиентов у Сбербанка, у зарегистрированных клиентов, у Сбербанка, у Тинькова, естественно, потому что у них огромная база у банков по клиентам и идет конвертация, как говорят, из клиентов банков в клиентов брокера. Теперь дальше. Это число зарегистрированных клиентов. Число активных клиентов, те, которые совершают операции на фондовом рынке. Смотрим. Тот же самый март месяц. Сбербанк, Тиньков, Финам, БКС, ВТБ. Открытие. Альфа-банк, Альфа-капитал. В общем, значит, здесь по числу активных клиентов ничего не изменилось, кроме того, что ПСБ повыше здесь находится, Урал-Сиб сильно выше находится, Церих повыше находится, IT-инвест пониже, насколько я понимаю, группа компаний Регион, про которую я говорил, давайте запомним это, оно повыше находится. Нет, оно практически там же. Вот немножечко по числу активных клиентов, то есть люди открывают брокерские счета и неактивны. По активности на первом месте Сбербанк, Тиньков, Финам, БКС, ВТБ и открытие. Да, Альфа-банк следующий, Альфа-капитал, ПСБ, Газпром-банк, Атон, Freedom Finance, Китфинанс, Урал-Си, Парол, Альфа-банк, Лор-Плюс, Цирик, Капитал. В общем, вот первое, значит, я повторил. Дальше, возвращаемся назад, это активные клиенты. Теперь смотрим, насколько они активные. Объем клиентских операций, ведущие операторы по стоимостному объему сделок, заключенных в интересах клиентов за месяц. Смотрим эту табличку, и на первом месте «Регион», который по числу зарегистрированных клиентов стоял где-то в хвосте, помните, да? По числу активных клиентов чуть выше, но на первом месте, безусловно, с большим отрывом стоит группа компаний «Регион». Это самый большой, они имеют самый большой объем клиентских операций. Что такое группа компаний «Регион»? А группа компаний «Регион», откуда у них такой объем операций? Они поговаривают, что это брокер, который очень тесно связан с, ну, грубо говоря, с Игорем Ивановичем Сечиным, вот, с компаниями, близкими к Роснефти. И они просто скупают акции, значит, скупают активы на фондовом рынке, поэтому, поэтому, наверное, там все заточено под Роснефть, и вряд ли там будут лучшие условия для нас с вами, как физиков. На втором месте стоит финансовая группа «БКС». Традиционно стоит «БКС» на втором месте по объему операций. достаточно давно и, ну, как бы, давно, на протяжении долгого времени «БКС». На третьем месте стоит открытие, в котором я нахожусь. Смотрите, регион большим отрывом впереди, на втором месте «БКС». немного отстает открытие, немного отстает «Ренессанс-брокер», который по количеству зарегистрированных и по количеству активных клиентов стоял где-то там в конце. То есть, «Ренессанс» это группа Прохорова, насколько я понимаю, второго олигарха. То есть, он обслуживает интересы Прохорова. Дальше, «Универкапитал» это тоже чья-то группа, но, скорее всего, там какой-нибудь то ли «Дерипаск», то ли еще что-нибудь, понимаете? То есть, это входит в группу. «Атон». «Атон» это очень крупный брокер, вот, и вы видите, что по объему он стоит намного выше, чем по количеству зарегистрированных клиентов, потому что у «Атона» направление на крупных клиентов, на богатых. Наверное, он для богатых предоставляет лучшие условия. «ИК», «Велес», «Капитал» то же самое, «Алор Плюс» то же самое, «Финам», посмотрите, «Финам» скатился на девятое место по объему операций, и «Финам» находится в четыре раза, так сказать, объем ниже, чем у «Открытия». Дальше идет «ВТБ», практически с «Финамом» одинаково, дальше идет ниже «Сбербанк». У «Сбербанка» огромное количество зарегистрированных клиентов, и где-то находится совсем-совсем в четыре раза ниже, чем «Открытие» «Открытие» по объему операций. Дальше идет «Мэрил Линч» «Секьюритис», но, судя по всему, это иностранные инвесторы. Банк «Кредит Свис», аналогично. «ТКБ», «Тинькофф». «Тинькофф» находится ниже, чем «Сбербанк», ниже, чем, ну, ниже, чем все. Почему? И «Газпромбанк» еще ниже, чем «Тинькофф». Почему? Дальше идет «Морган Стэнли», «Убрир», «Уральский банк реконструкции и развития», «Райфайзенбанк», «ПСБ» очень низко находится по объему операций, «Солидсовкомбанк», значит, что там дальше у нас идет, «Бестэффордбанк», «ИКТ Инвест» находится еще сильно-сильно ниже, «Коммерческий банк-система» еще ниже. Вот такая вот группа. Теперь смотрите, что из этого следует. А из этого следует следующее, что, значит, смотрите, если у вас какая-то сумма денег, небольшая сумма денег, и вы только думаете открыть брокерский счет, то смотрите, что выбирают люди, что выбирают деньги. Деньги выбирают регион, вот, соответственно, вот есть, вы видите, «Ренессанс брокер», «Универкапитал», это группа, принадлежащая, ну, каким-то определенным промышленным, финансово-промышленным группам, вот, мы не принадлежим финансово-промышленным группам, поэтому мы выбираем традиционные банки, брокеры, это «БКС», «Открытие», «Атон», «Атон» уже ориентируется на более крупных клиентов, но он универсальный, он не принадлежит особенно, так сказать, никому. «Алор плюс», «Финам», «Сбербанк», собственно говоря, и «Тинькофф», «Газпромбанк», вполне себе, вот, и «ПСБ», но «ПСБ» совсем ниже, вот, теперь, что, дальше я предлагаю сделать следующее, то есть, мы выяснили, что, вот, какой-то, так сказать, список лидеров я определил, давайте посмотрим на комиссии, которые предлагают. «Финам», «Фри трейд», «Трейдинг без комиссии», вот оно, «Финам», один из лучших брокеров, очень старый, успешно работает, давно, то есть, я, когда там, шесть лет открывал, «Финам» вполне себе, у «Финама» великолепнейшее сопровождение информационное, у «Финама» обалденно, графики вообще представлены, вот, во всей красе, «Фри трейд», то, что предлагает «Финам», смотрим, какие комиссии, 0% от оборота, отсутствие комиссии, но, смотрите, 0 рублей комиссия, 500 рублей, урегулирование биржевых расходов, друзья мои, 500 рублей, комиссия депозитария, 177 рублей, то, что вводит открытие, «Фри трейд», 177 рублей, комиссия вводит, открытие вводит комиссию, 175 рублей, у «Финама» комиссия депозитария выше, урегулирование биржевых расходов, есть, 0% брокерская комиссия, давайте смотреть, что значит 0% брокерская комиссия, да, 0% за сделки, 0%, но, тем не менее, 177 рублей, смотрим, фондовый рынок, «Фри трейд», 0 рублей, независимо от суммы сделки, срочный рынок, 0,45 рублей за контракт, открытие, ну, примерно то же самое, валютный рынок, очень хорошо, значит, сделки с иностранными ценными бумагами, минимум 90 рублей, фьючерсы на иностранные ценные бумаги, фьючерсы на иностранной бирже, 1,5 доллара за контракт, это жесть, вот, депозитарная комиссия, 177 рублей в месяц, маржинальное кредитование, кредит достаточно дорогой, короткая продажа ценных бумаг, в шорт, 22% тоже дорого, вот, плата за обслуживание счета, зато бесплатно, это хорошо, то есть, пожалуйста, финам, вы бежите в финам, например, из открытия, у вас, там, так сказать, вместо 175 рублей, 177 рублей, просто надо выбирать, смотреть, в ближайшее время я планирую съездить в финам, узнать условия более подробно, теперь далее, давайте, второй, так сказать, самый популярный брокер, это БКС, я, так сказать, честно говоря, вообще не врубаюсь, почему он популярный, никак не могу понять, поэтому, прямо вот хочется туда съездить буквально, вот он БКС, брокер, кредит, финанс, сайт, мне очень понравился, у БКС, вот, я зашел на страничку с тарифами, какой выбрать тариф для торговли, очень хорошо, значит, здесь сделан для выбора тарифа, искусственный интеллект, по копеечной, честно говоря, вот здесь я сильно так не разбирался, директ, тариф для, стартовый тариф для инвестиций, тариф для новичков, которые хотят инвестировать долгосрочно, на фондовом рынке, смотрим, что у нас на фондовом рынке, за каждую сделку 0,3%, но не менее 99 рублей, на валютном рынке, за каждую сделку 0,3%, но не менее 99 рублей, Санкт-Петербургская биржа, значит, за каждую сделку, но не менее 99 рублей, на срочном рынке за контракт 5 рублей, в 10 раз выше, чем у Финамо, скажем так, и у Открытия, вот здесь, что такое не менее 99 рублей, 0,3% даже не смотрите, потому что, скажем, если вы на фондовом рынке покупаете, покупаете какую-то акцию, то скажем, вы решили купить на фондовом рынке, что? Облигацию на 1000 рублей, минимальная сумма 1000 рублей, смотрим, вы заплатите за это 100 рублей, 100 делим на 1000, получаем, равно 0,1, то есть 10%, это при сделке 1000, ну при сделке 2000, соответственно, 5% и так далее, то есть я что-то не понимаю, честно говоря, Директ мне не нравится, для начинающих, это, это не для начинающих, это, это развод, вот, профессиональный, смотрим, уже более-менее, до 100 тысяч рублей, оборот в день, 0,053 комиссия, такая же, как у открытия, от 100 тысяч до 300, 0,0,413 ниже, до миллиона еще ниже, 0,0,354, это ровно такая комиссия, которую берет Финам, только БКС берет при обороте в день от 300 до миллиона, это каждый, так сказать, средний за день, судя по всему, 0,0354, Финам дает такую же комиссию, вне зависимости от оборота, сразу, но там есть тоже минимальная сумма сделки в 41 рубль, на популярных тарифах, вот, минимальная сумма вознаграждения, 35 рублей 40 копеек, за день, в котором была сделка, за календарный месяц, в котором была сделка, 177 рублей, это минимальная сумма вознаграждения, 177 рублей, что это значит, это значит, что за обслуживание брокерского счета, с вас возьмут минимум 177 рублей в месяц, в котором была сделка, если вы посмотрите дальше, то будет плюс 177 рублей в месяц, плюс за депозитарное обслуживание, это то самое, что 175 рублей вводит открытие, я, честно говоря, вообще не могу врубиться, почему у БКС, такое количество клиентов, БКС базовый, срочный рынок московской биржи, здесь нет никаких вот этих 177 рублей, потому что срочный рынок, и здесь от 2 миллионов 500, да, но вряд ли у вас будет от 2 миллионов 500 тысяч, скорее всего у вас будет до 500 тысяч, у вас будет комиссия за контракт 1 рубль, но, насколько я помню, 72 копейки в открытии, за контракт в Сбербанке 50 копеек, в Сбербанк впереди, в Финаме 45 копеек, в открытии, ну, у меня, по крайней мере, до 10 копеек снижается комиссия, вы понимаете, что БКС, мне кажется, не комильфо, давайте еще один популярный, так, Тинькова я уже упомянул, там, сказать, как бы не очень, вот, давайте еще самый популярный, это будет у нас Сбербанк, Сбербанк, тарифы брокерского обслуживания, указанные тарифы действуют с 1 апреля, до 1 апреля они отменены, все комиссии, сейчас у них уже все есть, два тарифа, самостоятельный, инвестиционный, это очень, очень удобно, потому что здесь нет, ну, ничего сложного, самостоятельный, понятно, что нет инвестиционного дайджеста, нет портала, Сбербанк, инвестмент, ресоч, не нужен, комиссия за сделки на фондовом рынке, 0,06, в инвестиционном 0,3, значит, 0,06, это практически то же самое, что у открытия, вот, 0,035, ну, вот эти вот комиссии, чуть выше, чем у открытия, но, в общем сказать, практически то же самое, комиссия за совершение сделок на валютном рынке, ну, здесь, на, в несколько раз выше, чем у открытия, ну, Сбербанк не приветствует покупку, продажу валюты, здесь очень высокая комиссия, 0,2%, это очень много, насколько я помню, у открытия 0,035, то есть, в 6, насколько я помню, раз ниже, или в 7, вот, сделки на срочном рынке, 0,5 рублей за контракт, подача заявок и распоряжений по телефону, возможно, взимается, начиная с 21 поручения, 150 рублей, не рассматриваем, потому что, ну, до 21 акции, совершенно спокойно вы уложитесь в месяц, 0, тарифы депозитария, 149 рублей в месяц, да, это лучше, чем у открытия, у открытия 175, плата взимается только в случае изменения остатков ценных бумаг, на торговых счетах, в результате выполнения торговых операций, в течение календарного месяца, у Сбербанка ниже, чем у открытия, у Сбербанка ниже, чем у Финама, у Сбербанка ниже, чем у БКС, вот, поэтому, Сбербанк, как брокер, вполне себе, нормальный, то есть, если вы хотите покупать самостоятельно, акции, вот, ну, про которые я говорю, облигации, пожалуйста, у Сбербанка все будет хорошо, Сбербанк надежный, никуда не денется, ну, здесь они рекламируют дальше, как стать квалифицированным инвестором, у Сбербанка все хорошо, с информацией тоже, мне очень нравится, вот, Сбербанк, я повторяю, надежный, вполне себе, как вариант, вы сэкономите, 16 рублей, в месяц, оно того стоит вообще, если переходить, если заново открывать, первый раз, и, значит, покупать самостоятельно, на акции вы способны, то, пожалуйста, если не способны, ну, тогда не знаю, понятно, что я буду ратовать за открытие, потому что, ну, потому что я с ним связан, я рассмотрел наиболее популярный, вы видели, вы можете прокрутить назад, как я искал брокеров, которые предоставляют услуги, на сайте московской биржи, посмотрите, зайдите на сайт тех брокеров, которые вам понравятся, я выбрал наиболее популярных брокеров, у которых больше всего клиентов, больше всего активных клиентов, которые, ну, ближе всего к нам, более мелкие брокеры, значит, там по количеству операций, по объему операций, смотрите сами, выбирайте, да, есть более выгодные, с точки зрения комиссии, брокеры, я ничего не могу сказать, есть такие, вот, ну, чего они не предоставляют, по сравнению вот с ведущими, тоже смотрите, и еще раз напоминаю, что брокер все-таки, он берет деньги для того, чтобы нормально существовать, вот, для того, чтобы предоставлять нам доступ к бирже, поэтому, соответственно, если мы хотим что-то получать, то мы должны что-то отдавать, это логично, ну, я надеюсь, что это видео было полезно, я постарался дать максимум информации, поэтому, друзья мои, я очень прошу вас, лайк, прокомментируйте, пожалуйста, что вы думаете, по этому поводу, и, если вам не трудно, поделитесь этим видео, со своими друзьями, мне будет очень-очень приятно, потому что, ну, это повышает, рейтинг моего канала, до встречи, с вами был Демятков Юрий, с вами был Демятков Юрий,